Большая Никитская, дом 22. Бард-клуб, который называется Гнездо Глухаря. В последнее время в обществе он приобрел такое просвещение, как Гнездо Раздора, потому что именно здесь сейчас происходят совершенно безумные события. Какой-то странный сосед вот уже 11 лет терроризирует бардов, и само Гнездо Глухаря пытается его закрыть. Вы их правда закрыли? Да, ну это же не я, это пожарники закрыли. А, пожарники? Это пожарники. Нет, там просто писали, что у вас была с небольшим... Нет, ну только не с бардов, а с рестораном. Это с рестораном. А то есть там не бардов, а там ресторан? Там ресторан. Это судебные решения, которыми установлено, что гражданин Магомедов распространяет флевету. Несколько раз, три раза суд его за это дело наказывал. Вот, например, у меня здесь лежит бумага по порядку начать 2004 года. Оштрафовал его суд на 20 тысяч рублей. Потом еще раз суд его наказывал в 2007 году еще на 20 тысяч рублей. Потом наказывал в 2008 году уже побольше на 60 тысяч рублей. Какой раз он выплатил в этом салоне? Один раз выплатил, другой раз приставы сломали зубы об него. Они ходили, грозились, что-то там, имущество опишем, сейчас еще что-то. В итоге, по-моему, он их выставил. То есть машина судебного делопроизводства сломала свои шестеренки у Магомедова. Ну, у нас центральное отопление не работает, дорогой. У нас вот этот свет вырубался в день 10 раз. Вы знаете, что вот люди пришли, а свет вырубался. Вот мы пришли, сейчас вот свет вырубится. Так из-за ресторанов, что ли? Из-за чего же? Потому что они нелегально подключились к электроэнергии. У них даже допуска нет, разрешения нет. У них канализация идет через лифт. Вы это можете себе вообразить? Чтобы канализация у ресторанов тысяч квадратных метров шла через лифт. Так если допуска нет, давно закрыли бы. Кто закрыл? Я знаю, что по этим делам. Надзор? Ну, если их Лужков крышевал. Лужков крышевал? Сам лично. И при том не по телефону, а письменно. Распоряжение закрыто называется, секретное распоряжение. Не трогать их. Мы с господином Магомедовым пережили массу интересных приключений. Вот как-то раз открываешь кран, а пардон, вода никуда не уходит. Что-то с канализацией. Стали разбираться, что такое. Оказалось, что внутри двора есть колодец канализационный, а туда в трубу забит как кляп. Какой-то цемент, там тряпки все наворочено. Ну, кому это надо? И оказалось, дворники рассказали, что ночью видели, как Магомедов зачем-то ковырялся в канализационном колодце. Вывод можно делать. Другой раз. Замыкание. Цвет погас. Что такое? Побежали разбираться. Где? Оказалось, что гвоздь забит в электрокабель. Ну, кто может забить гвоздь? А потом показали тоже. А народ же ходит здесь все время. Есть какие-то местные. Говорят, а видели, что-то, говорит, Магомедов крутился там. Возле того места, где гвоздь потом обнаружили. Может, но человек готов пожертвовать собой за идею. У него газоват. Вот это, собственно говоря, зал гнезда кухаря, где постоянно проходят концерты. Как мы уже говорили, самые большие претензии к гнезду кухаря у пожарных. Они говорят, что если вдруг что-то, не дай бог, загорится, люди не смогут покинуться. Итак, представьте себе, что мы сейчас выбежали оттуда, потому что там пожар. Мы подходим к пожарному выходу. Лёша, пожар. Лёша. Лёша. Вообще-то все просто. Лёша. Лёша. Куда жить? Лёша. В принципе, через эту дверь может выбежать стадо бизонов. Не то, что люди из маленького зала. В котором помещается... Сколько людей еще? Вне 50. Человек 30-40. Человек 30-40. В том-то и дело, что они себя выдают за гитаристом. На самом деле там наркопритон и ресторан. Это наркопритон и ресторан. Вы знаете, ну ресторан чем-то отличается от гитаристов, от клуба? Ну да, вы знаете, если наркопритон, это однозначно. Натравливаешь ФСКН и закрываешь. Ну закрывали, вот закрывали. Вот, вот, закрывали. И неоднократно закрывали. Ну и что? Взяли и помещение выкупили. Вы знаете, сколько помещений только в этом доме? Около 2000 квадратных метров. У нормального человека может быть столько метров в центре Москвы? Сейчас здесь идет концерт. Слава Богу, пока, бездок у хоря не закрыта. Но буквально через несколько дней будет решаться его судьба. Непонятно, что здесь не так. Вот все вот эти вот берельцы, Вся вот эта штукатурка, она вся пропитана ядовитой гадостью, которая не даст ей загореться, даже если просто поднести спичку. Тем не менее, пожарных очень долго почему-то вопросов в этом не осталось. Кстати, если конкретно, детально, вот это закрытое распоряжение, не трогать их, это было за подписью именно исполняющего обязанности мэра города Москвы Шансова Валерия Павловича и начальника ГУВД провели совместное распоряжение. А он что, здесь пел, что ли, или... Шансов? Но он же был вице-мэр. А, ну да, да. Он был вице-мэр. А когда Лужкова нет, он был исполняющим обязанностей. Вот это распоряжение было не от имени вице-мэра, это было распоряжение от имени мэра. Не, я думал, конкретно Лужков, короче, вам бы сказать. Конечно, конечно, конечно. Вот как раз, ну, что было... Обычно же это... Даже интервью дает не начальник, а заместитель, а когда чего-либо, якобы Лужкова в отпуске, шансу дает распоряжение такое. Притом закрытое. И притом по всем департаментам города Москвы. Не трогать. Каждый день здесь проходят десятки концертов. И если сейчас суд решит даже на время приостановить работу в гнезда глухаря, этот прекрасный клуб вряд ли уже сможет восстановиться, потому что людям придется сдавать билеты, они потеряют доверие вот этих вот всех великих звезд. Сюда собирается губерман из Израиля, сюда собирается из Питера Крючкова, и еще очень-очень много актеров. Сейчас решается судьба этого кафе. Продолжение следует...